Строевой шаг, медицинская подготовка, стрельба из пневматического оружия, ориентирование на местности – те основы, которым обучают в оборонно-спортивном лагере «Патриот». Более 30 мальчиков и девочек приехали на территорию Кобринского укрепления мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», чтобы на 14 дней окунуться в романтику настоящего лагеря. Несмотря на то, что здесь все строго по уставу, а каждый день расписан по минутам, ребятам интересно и весело, скучать просто некогда. Специфика лагеря такая, что здесь, в принципе, армейский уклад жизни, будем так говорить. Вот распорядок дня и режим дня построен так, чтобы ребята почувствовали именно, ну, отдаленно, но почувствовали, что такое воинская дисциплина. Они, утренний подъем, заправка кровати, зарядка, заправка кровати, наведение порядка – это все делают сами. Дежурство по столовой, определенные мероприятия по дежурству они выполняют только сами. То есть здесь, ну, будем так говорить. Ну и самое главное, это, я считаю, для этого лагеря, что они общаются между собой, потому что дети с разных школ. Около 13 учебных заведений, они все разные. Ну и отдаленность от телефонов. Телефоны они получают только один раз в день на полчаса для обратной связи с родителями. Остаться на время летних каникул вдали от дома и без телефона сможет не каждый. Настоящий подвиг для современной молодежи. Но в Патриоте ребята совершенно не переживают по этому поводу. Им интересно в кругу педагогов и новых друзей. Каждый день в плотном графике будущих защитников Родины, кроме множества спортивных мероприятий, есть место и для развлечений. Именно поэтому некоторые ребята в оборонно-спортивном лагере проводят свое лето не первый раз. В этом лагере я не впервые, уже второй раз как. Довольно интересный лагерь, хоть и устаешь, но довольно интересные занятия, развлекательные. Есть такие, что находишь новых друзей, новые знакомства, новые общения. Еще привлекает сама крепость, ведь это такое вот место, где много боев было. Начиналась Великая Отечественная война. На самом деле телефоны дают на полчаса во время тихого часа и уже вечером, чтобы позвонить родителям. И даже когда их выдают, мы особо в них не сидим, так как это уже действительно неинтересно. Здесь очень насыщенная программа, что ребята настолько устают, что уже не хочется сидеть в телефонах. Только позвонил родителям и все. Мне в этом лагере очень нравится. Мы здесь разбираем автоматы, играем в лазертак. У нас проходит рукопашный бой, мы отрабатываем захваты, удары и болевые. Ребята ежедневно проходят спортивную подготовку, познают азы военного дела. Отдых в полевых условиях, где различные испытания и проверка на прочность являются неизменными спутниками юных бойцов, непростой. Но ребята готовы к таким задачам, ведь преодолевая их, они учатся не только дисциплине, но и становятся намного сильнее, при этом углубляясь в особенности военной жизни. В рамках данного лагеря мы уже посетили 38-ю прихаду, мы посетили погранную заставу. Ребята познакомились с жизнью военных, сумели задать сами им вопросы, сумели пообщаться, посмотреть технику, посмотреть снаряжение. Кто-то, возможно, принял уже для себя важные жизненные решения. Коллектив педагогов очень обширный. У нас 4 преподавателя имеют ранги мастера спорта в различных направлениях, поэтому основное направление сводится на огневую подготовку, на тактическую подготовку. У оздоровительного лагеря «Патриот» есть друзья, которые помогают разнообразить досуг молодежи. Одни из самых активных – сотрудники Брестской областной организационной структуры ДСААФ, которые помогают словом, но и самое главное – делом. Так как у нас одним из профилирующих видов спорта является пулевая стрельба, лазертап, пинбол, то мы на эти виды спорта обращаем особое внимание. С молодежным патриотическим центром мы уже второй год работаем, работаем на безвозмездной основе. Вообще ДСААФ – это единственная структура, которая занимает молодых людей разными 35 видами спорта на безвозмездной основе, то есть на все бесплатно. Большое желание и интерес молодых людей пополнить ряды защитников Отечества радует организаторов лагеря. Совсем скоро эти загоревшие и окрепшие школьники вернутся домой. К слову, вторая смена обороны спортивного лагеря «Патриот» начнется уже 13 июля. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазачук, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...